МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Приватизация муниципального жилья. Как оформить квартиру в собственность? В детский сад без слез. Правила адаптации ребенка к новому статусу. Искусство перевоплощения. В Сарове развивается косплей-культура. Далее расскажем обо всем подробно. В среднем ежегодно администрация города передает 80 семьям жилые помещения в собственность по праву приватизации. Сейчас в городе около 1100 квартир остаются неприватизированными. Что дает жильцам процедура приватизации, как ее провести и кто может на нее претендовать? В вопросах разбиралась наша съемочная группа. Приватизация – это передача государственного имущества в личную собственность безвозмездно. Она дает право владельцу жилье продать, подарить, обменять на другое имущество, оставить в наследство или передать в залог для получения кредита. С неприватизированным имуществом таких действий совершать нельзя. Им можно только пользоваться. Мы в том году распределяли жилье. В этом году планируем распределять жилье своим очередникам. Как раз оно будет предоставляться семьям по договорам социального найма. Вот нет никаких ограничений по сроку проживания. Граждане, получившие жилье, вправе сразу же использовать свое право на приватизацию. То есть они в одном кабинете заключают договор социального найма и в этом же кабинете могут получить перечень документов, необходимые для приватизации. В среднем ежегодная администрация города передает 80 семьям жилые помещения в собственность по праву приватизации. Сейчас в городе около 1100 квартир остаются неприватизированными. Все, кто проживает в квартире по договору соц. найма, в том числе несовершеннолетние дети, могут стать собственниками этого жилья. Когда живет в семье несколько поколений, зачастую люди просто не могут договориться о приватизации жилья. Если есть в семье хотя бы один несогласный, даже решением суда приватизировать жилье нельзя. Ну, это вот как бы такое маленькое отступление. Кто-то принципиально считает, что в этом нет необходимости, потому что принимая время собственности, принимает и обязанности семья, когда получает в собственность жилье. Это и содержание, это и капремонт. Каждый гражданин имеет право на приватизацию государственного жилья один раз. В том случае, если ребенок участвовал в приватизации в возрасте до 18 лет, то он имеет право приватизировать жилье после наступления совершеннолетия еще раз. По процедуре приватизации она довольно-таки проста. Нет необходимости обращаться в риелторские конторы. Необходимо просто прийти на консультацию к специалистам в управлении по жилищным вопросам. Они расскажут о документах, которые необходимо предоставить. И в течение двух месяцев после подачи документов будет издано постановление, если все соответствует действительности, которое даст право семье заключить с нами договор о безвозмездной передаче жилья в собственность. Дополнительную информацию о процедуре приватизации можно получить по телефону 9-77-51. Минстрой предложил включить в тарифы ЖКХ расходы на цифровизацию домов, пишет коммерсант. Это поможет провести масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры, что снизит число аварий и потерь в сетях, утверждают ведомстве. Если проект одобрят в платежках, появится новый пункт – расходы на умные счетчики. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Суточный прирост новых случаев коронавируса в России впервые с конца апреля превысил 9 тысяч. Это почти на 3 тысячи больше, чем было накануне 26 июля, следует из данных на портале stopcoronavirus.rf. Всего за минувшие сутки в России обнаружили 9 тысяч 27 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1628 больных коронавирусом. В Сарове за сутки заболело 10 человек. С 1 июля в России изменилась процедура оформления инвалидности. Об этом в интервью российской газете рассказал замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. Теперь, по словам замминистра, освидетельствование граждан с инвалидностью происходит в заочном формате. Самому человеку приходить в бюро медико-социальной экспертизы не нужно. Как пояснил Вовченко, ранее государство не могло собрать сведения о болезни пациента из различных организаций. Но сейчас это стало возможным из-за перехода медучреждений на электронный документооборот. Также устранили проблему разночтений по необходимым обследованиям. В Дивееве появился первый виртуальный музей. Теперь исторические фотографии этих мест можно найти в виртуальном музее Дивеева вчера. Там собраны снимки 19-го и 20-х веков. Сейчас на сайте музея можно увидеть более 200 снимков, как одиночных, так и серии фото. Представлены также оцифрованные кинохроники и видеозаписи. Музей создан по инициативе Дивеевского журналиста Павла Сушкова. Он рассказал, что начало музейной коллекции положили снимки отца, сделанные в 1990 году. Парк Сосино постепенно преображается. Сейчас завершают работы по укладке брусчатки. Установили первые мафы, сообщает глава города Алексей Сафонов на своей странице в социальных сетях. В ближайшее время подрядчик начнет укладывать резиновое покрытие для детского городка и засеивать газон. В детский сад без слез. Что нужно знать родителям, когда подходит пора вести ребенка в детский сад? Как сделать так, чтобы адаптация прошла быстрее и мягче? Советами с нашей съемочной группой поделилась психолог Мария Самодолова. Практически все родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда их подросшие малыши должны пойти в детский сад. В этот момент перед взрослыми членами семьи встает множество вопросов. Например, как будет проходить адаптация, в каком возрасте отдать свое чадо в садик, как ускорить привыкание к новым условиям и требованиям. Волнение и страхи родителей в этот период абсолютно естественны. На несколько лет детский сад станет для ребенка, если не вторым домом, то существенной частью его жизни. К тому же именно от того, как пройдет адаптация, зависит психологическое и физическое здоровье малышей. Самый главный совет, который в этой ситуации может дать специалист родителям, успокоиться. Ваши волнения и сомнения обязательно передадутся малышу, даже если вы не будете высказывать их вслух. Решите для себя, зачем вы ведете ребенка в сад и готовы ли вы к этому? Готова ли мама выйти на работу или по какой-то причине отдает она в детский сад и что ей так будет лучше и удобнее? Прежде всего, она о себе должна подумать. Если она будет уверена, что другого выбора у нее нет, другого выхода, это самое оптимальное и лучшее решение, она перестанет сама мучиться и какой-то у нее внутриличностный конфликт пропадет. Адаптация к саду требует от ребенка огромных усилий. Его приводят в незнакомое помещение, где много незнакомых взрослых и детей вокруг. Ему дают непривычную еду. Конечно, от всего этого малыш испытывает стресс. К тому же, если на это время накладывается один из сильнейших возрастных кризисов, кризис трех лет, процесс адаптации может затянуться. Психологи советуют отдавать ребенка либо до, либо после кризиса трехлетнего возраста. Сейчас начнут, соответственно, задавать вопрос, а как мы определим, есть кризис или нет. Вот негативизм, частый признак этого кризиса, отрицание всего. И ребенок пытается учиться своему «я», то есть отделять себя от мамы. На первый план в жизни ребенка в детском саду выходит воспитатель. Родителям надо в первую очередь наладить с ним контакт. Если малыш видит, что мама доброжелательна и спокойно разговаривает с воспитателем, то сам успокоится и начнет доверять педагогу. Зачастую в первые годы в саду родители сталкиваются с тем, что ребенок начинает часто болеть. Во-первых, организм малыша знакомится с незнакомыми ему прежде вирусами. А во-вторых, сказывается стресс от адаптации. Ребенок с болезнями начинает находиться дома. Мамы, если, ну как правило, начинают их лечить и начинают бегать вокруг болезни, вокруг ребенка. И возникают вторичные выгоды, что и внимание еще и усиливается. Поэтому первый совет не делать большой трагедии из болезни, тем более из-за несерьезных болезней. Соответственно, не делать курорт. Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени находился на свежем воздухе после сада. Гуляя вместе, поговорите с ним, обсудите события дня. Каким бы замечательным ни был детский сад, какие бы профессионалы в нем ни работали, никто не поможет вашему ребенку лучше, чем вы. Если малыш будет твердо знать, что в конце шумного дня его ждет любящая семья, восемь часов в саду не покажется ему вечностью. В Нижнем Новгороде прошел региональный этап международной премии «Мы вместе». Школа 17 города Сарова представила проект «Рождественский подарок другу». Каждый год активисты, родители и учителя приносят подарки ребятам из детских домов. В акции принимают участие все горожане. В Нижнем Новгороде прошел региональный этап международной премии «Мы вместе». Школа номер 17 города Сарова представила проект «Рождественский подарок другу». Каждый год активисты, родители и учителя приносят подарки ребятам из детских домов. В акции принимают участие все горожане. Наш проект «Рождественский подарок другу» реализуется уже более 20 лет. Он направлен на широкий круг общения и оказание помощи и внимания тем, кто в этом нуждается. На данный момент у нас существуют две проблемы. Это отсутствие транспорта, на котором перевозили детей, и подарки. И вторая – это отсутствие качественной аудиоаппаратуры, с которой мы могли бы проводить мероприятие. Участие в грантовых конкурсах дает возможность инициативным группам реализовать проекты. Сейчас команда 17-й школы ждет результатов прохождения в полуфинал. Так, победители конкурса получат поддержку в размере от 600 тысяч до трех с половиной миллионов рублей. Если говорить о игровой программе, то ее полностью готовят дети. Во время подготовки у нас также шьются костюмы сказочных персонажей. У нас очень сильная команда волонтеров, которые всегда готовы помочь. Они инициативно подходят к мероприятию и сами готовят программу, сами упаковывают подарки и сами потом реализуют это коллективно-творческое дело. Проект существует длительное время. Несколько поколений выпускников принимало в нем участие. Рождественский подарок другу – это большое доброе дело, которое мы можем сделать вместе. Быть похожими не только внешне, но и внутренне. Голосом, жестами, мимикой. Это основное правило косплея, костюмированной игры, цель которой – перевоплотиться в любимого персонажа комиксов, аниме, видеоигр. Такое развлечение родилось в Японии еще в прошлом веке и с тех пор только набирает популярность. Косплей-фестивали уже давно стали доброй традицией во многих городах нашей страны. Всемирно известное направление добралось и до Сарова. Здесь вот уже несколько лет открыт клуб Нека Кабури. С его участниками встретился наш корреспондент. Косплей называют искусством перевоплощения в любимого персонажа. Кино, сериалы, компьютерные игры, комиксы или книги – основные источники вдохновения для косплееров. В качестве образов для воплощения, как правило, выбирают ярких, запоминающихся персонажей, обладающих характерными чертами поведения. Это важно, поскольку косплеер не просто примеряет на себе одежду героя. Он буквально становится им, говорит тем же тоном, копирует манеру речи, жест и мимику. Это нелегкий труд, однако результат проделанной работы порой просто поражает воображение. Самое важное в косплее – это, наверное, отдаться этому искусству, скажем так, и не заканчивать на половине пути. Потому что есть начинающие косплееры, которые первый раз купили парик, не знают, как его уложить, не знают, как правильно сделать костюм или надеть его даже. Косплеем Лина занимается около пяти лет. Началось все с простого новогоднего желания. В канун праздника она попросила родителей купить костюм популярной японской виртуальной певицы Хацуна Мику. А дальше череда ярких, интересных, многогранных образов. Один из последних Лина собрала из своего шкафа. Футболку расписала сама. Это косплей на девочку Элли из компьютерной игры Last of Us. В мире наступает апокалипсис, в котором люди заражаются и превращаются в мерзких существ, единственная цель которых просто убить. Элли является девочкой, у которой имеется иммунитет к тому вирусу, который разносит эти существа. И она вместе со своим сопровождающим путешествует по миру и пытается найти выход. Вера Жарикова косплеем увлеклась недавно. Среди ее образов персонажей вселенной Flower File, мультфильмов Steven Juniors и My Little Pony. Несколько лет назад Вера организовала в нашем городе косплей-сообщество. В него вошли фанаты самых разных вселенных. На своих собраниях ребята делятся впечатлениями, обсуждают косплеи, помогают друг другу дополнить, усовершенствовать образ. Сообщество открыто для новых участников. Прийти может любой человек возрастом от 12 лет. К сожалению, у младшего мы предпочитаем не брать. Почему? Потому что у многих аниме, у многих книг возрастной сценарий начинается именно с 12 лет. По понятным причинам. Поэтому мы будем рады любым. Если вы не настроены агрессивно, если вы в целом адекватный человек, то, пожалуйста, наша дверь всегда открыта. В ближайшее время ребята планируют выйти на общегородской уровень, стать официальным молодежным клубом. В России появилась карта болельщика – новый цифровой сервис для безопасного посещения футбольных матчей. Номер карты нужен для покупки билетов и абонементов, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации. Оформить ее должны будут все участники – болельщики, персонал-организаторы, участники соревнований и представители СМИ. Паспорт болельщика призван повысить безопасность посещения крупных, значимых спортивных соревнований, которые у нас проводятся во всей Российской Федерации. Оформить его можно на портале госуслуг в разделе паспорт болельщика. Пользователю нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. При этом самостоятельно это смогут сделать дети старше 14 лет. Болельщикам младшего возраста паспорт оформляют родители. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных. Уведомление о статусе готовности придет в личный кабинет на госуслугах или на электронную почту болельщика. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин